Здравствуйте дорогие друзья. Apple выкатила новую прошивку iOS 11 для разработчиков спустя всего неделю после последней тестовой сборки. Видимо в Купертино спешат довести до совершенства один из ту редакцию, в которой на данный момент определенно есть над чем работать. В этом видео я традиционно расскажу о всех нововведениях, производительности, автономности и прочих важных нюансах на этот раз уже с шестой беты. Так что будет интересно, ставь лайк и усаживайся поудобнее. Вес компактного обновления не набрал и 300 мб, оптимизация хранилища при апдейте не произошло, свободного места не прибавилось. Что же нового добавили свежую прошивку. Начнем с экрана блокировки. Да, обоина все еще подлагивает при нажатии на кнопку питания. Но вот по просьбам трудящихся вернули анимацию иконок после разблокировки устройства. Шторка теперь не улетает вверх, а иконки как раньше красиво падают на спрингборд. А в горизонтальной ориентации убили бесящий графический баг, когда в верхней части дисплея оставалась заблюренная полоска. Новость дня. Починили Viber. У некоторых пользователей приложение отказалось работать после обновления на пятую бету. Видимо косяк был не за создателями Viber, а за купертиновцами. Была значительно увеличена скорость анимации, особенно при открытии и закрытии папок и приложений, а также в меню многозадачности. Во многих местах заметна свежая анимация. Над микролагом при использовании жестов 3D Touch поработали, но он все еще есть, хоть и в меньшем количестве и эта досадная новость присутствующая даже на текущем флагмане iPhone 7 Plus немного расстраивает. Кстати, те кто все еще ждет что Apple в цевернут открытие режима многозадачности по глубокому нажатию по левой части дисплея, то можете расслабиться и принять узбогаительное. Функция была удалена намеренно и Apple официально подтвердил этот факт. Так что рип и поехали дальше. Опять перерисовали иконки, точки в напоминаниях вернули в нужную сторону, карты приятно освежили и вроде как на них даже изображен кампус Apple. А вот App Store получил новую и довольно противоречивую иконку. Раньше буква А была собрана из линейки, кисти и карандаша, символизирующих процесс разработки, а теперь это какая-то шляпа, которая такое ощущение что была украдена из темы Spring to Mice, причем не самой удачной. Все таки должна быть в мелочах философия, а не просто свежий дизайн потому что кто-то стучит ложкой по столу. В альпомной ориентации если сделать скриншот и перейти в меню поделиться, то оно отображается корректно, а не запускается в портретной ориентации. Кнопка готова, завершающий процесс редактирования скриншота теперь работает корректно, в предыдущей бейте она была наполовину прикрыта. Переходим к пункту управления. В альпомной ориентации пофиксили регулярно лагающий горизонтальный скроллинг, сейчас все работает четко. При открытии меню повтор экрана появилась строчка поиск Apple TV. Хаттика вероятно ждет покупки телекоробки. А еще когда заряд смартфона пустился ниже отметки в 20% фонарик больше не включается, это плохо. Лучше бы они сделали эту фичу в режиме энергосбережения, но если хозяин не включил его, то фонарик работал бы. В настройках пункт автояркость какого-то черта перенесли из раздела дисплей яркость в адаптацию дисплея универсального доступа. Я очень часто пользуюсь этой функцией на съемках, а теперь лезть придется глубже, ну или пользоваться поиском. Действие получилось не очень логичное. Количество живых обоев изрядно проредили. Все рыбы были истреблены, гринписовцы негодуют. Вместо девяти обоин осталось только три, с дымом, с дымком. Приложение Почта получило персонализированные настройки для Siri, уведомлений и сотовой сети передачи данных. В приложение Фото также добавили опции связанные с Siri и поиском. Допилили функцию Smart Inversia. Иконки на рабочем столе теперь отображаются корректно. Да и с производительностью при этой активной функции все стало намного лучше. Раньше прямо таки неприлично лагало. В приложении Фото обновили стартовый экран, в музыке если поставить на паузу воспроизведение трека, то виджет на экране блокировки не отобразится, а вот при активном воспроизведении музыки виджет будет присутствовать. Такой подход мне больше понравился. А еще при подключении AirPods появилась новая анимация, в которой наушники и кейс вращаются. Теперь переходим к тестам производительности. Синтетика в Geekbench 4 традиционно показала противоречащие результаты в тестах на одно и два ядра. А вот в Antutu виден прогресс, очков на десяток тысяч стало больше. Картина тестов в полевых условиях не изменилась. По сравнению с последним финальным релизом iOS 10 3.3 шестая бета iOS 11 все также более задумчива что на iPhone 5s, что на iPhone 6. А вот на iPhone 6s и более новых моделях смартфонов Apple что десятка, что iOS 11 работают приблизительно одинаково, но если не брать в счет время запуска смартфонов. Купертиновский заговор с замедлением производительности еще и не добрался до этих устройств. Это радует. Что касается тестов автономной работы есть хорошая новость. Что в пятой, что в шестой бете iOS 11 по сравнению с iOS 10 время автономной работы практически идентичное. Быстрого разряда как в первых бетах не наблюдается. По поводу установки. Я все еще настаивал на том, чтобы рядовые пользователи дождались официального релиза, тем более осталось меньше месяца. Еще парочку бет и досадные баги должны быть устранены. Ага, к iOS 11.3 который выйдет под новый год. Любопытным и тем кому не терпится можно ставить. Критические баги пофиксены и сейчас вполне можно работать и даже наслаждаться устройством с iOS 11 на борту. На этом все. Буду надеется что вам понравился этот ролик и вы его дарите лайком. Это очень важно для меня. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Подписаться. Подписаться не забудь чтобы не пропустить новое видео. И про колокольчик. Про колокольчик тоже не забывай.